За плячима у этих людей уже сотни километров. Активисты масштабного информационного проекта поспели побывать в Бресской, Могилевской и Витебской областях. Планы на Гомельщину – это наведывание областного центра и Жлобина. Тут актив сустрелся с журналистами и самое главное – сотнями молодых людей, чтобы рассказать об значимости тестирования на ВИЧ. Даже, как показывает практика, сучасное громадство и у приватности молодь больше важлива слуха и меркования медийных особ, чем специалистов в белых халатах. Очень давно мы все говорим о ВИЧ-инфекции в СПИДе, и когда об этом говорят как раз медицинские работники, то очень часто люди это просто не воспринимают. Потому что либо мы говорим непонятным языком, скучным языком, и другое дело совсем, когда говорят люди, которых хорошо знают, которых узнают, и которые могут наши вот эти серьезные, заумные, непонятные вещи перевести на обычный язык. Это те люди, в общем-то, которых услышат и на которых обратят внимание. Сера Дудильников проекта ведомые артисты, телерадуя ведущая Светлана Боровская, Денис Дудинский, лидеры гурта «Джиморс» Владимир Пугач. Я постепенно пришел к пониманию того, что ВИЧ на сегодняшний день – это беда, которая может коснуться абсолютно каждого, и что, по сути дела, к нему можно уже сегодня относиться как к любому тяжелому хроническому заболеванию, например, как диабет или как гепатит. У каждой в области, куда проезжая, актов проекта вызначается представник компании. Так, у Гомельской в области им обвешаны телеведущие телеканала «Беларусь-4 Гомель» Александр Гавейко. Безусловно, это интересно. Я очень надеюсь, что эта работа принесет не только мне удовольствие, но и пользу обществу. Первый шаг, который я сделал для себя – это экспресс-тест на ВИЧ. Неделю этот комплект находился в ящике рабочего стола. Неделю я не мог подобраться, собраться с силами и мыслями, как это сделать, хотя все достаточно просто. Но, как бы ты ни был уверен в себе, своих близких, этот шаг нужно сделать для собственной безопасности, для собственного здоровья и спокойствия своих родных и близких. Экспресс-тестирование на ВИЧ – последняя сучастная альтернатива анализу крови. Его выник, ведомый, празд 20 хвилин. Выпуск таких тестов уже наладили у Беларуси. У худким часе станет мягчимым набыть его и сделать самостоянно. А поколь выпробовать новинку пропоновали подчас акции у Гомели. Вот сегодня я была в центре, куда приходят наркозависимые. И они говорят, а что сдавать, вроде у меня не должно быть. И он каждый день об этом думает и волнуется. А когда человек приходит, и ему говорят, все хорошо в случае, если все хорошо. Это такая радость, это не стоит тех 20 минут волнений, которые я испытала, но зато я абсолютно радуюсь. А вы волнуетесь каждый день. И это неправильно думать, что это не со мной. Поверьте, в вашей среде и среди ваших знакомых обязательно есть один ВИЧ-инфицированный. Вы просто об этом не знаете. Или хуже всего об этом не знает он сам. Донести до людей разумение этого и головное наткнить на тестирование мета, до какой у всех эти люди и мкнутся. Все лето я не так само наведают Гродно, Пинск и Молодечна. Реализация проекта протягнется и в наступном годе. И по прогнозах, мы кшима уже прострыгады Беларусь отримает шанс стать одной из немногих краинсвету, где свой статус ВИЧ ведают 90% насельництва. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, Телерадо, компания «Гомель».